Сегодня у нас ровно неделя после операции, и Фили уже ходит, на лапку наступает. Правда, иногда бывает такое, что он ее немножко как бы прихрамывает на нее, но все равно уже намного лучше. Привет, Тулечки! Опять что-то все в хлопотах и записывать не получается. Я не знаю, каждый раз думаю, что буду опять так войду в режим, и все никак. В Филюше намного лучше, я прям даже не ожидала. Врач сказал, что это все очень медленно. Там же у него сухожилие, сделали другое, ну новое, там как-то, я не знаю, там мужу объясняли. Вот, и мениск убрали. И вот он сейчас уже наступает, и даже когда, вот прям, ну вы понимаете, когда там, извиняюсь, писает, он уже прям стоит на этой лапке раньше, он на нее даже встать не мог, он падал. Вот, ну в общем, я очень надеюсь, что все это не зря было. Что у нас интересного произошло? А, прошлое видео, я не знаю, его заблокируют совсем или нет, с воздушными шарами. Конечно, мне муж когда сказал, что, говорит, не очень понятно, говорит, на видео, потому что вот эта атмосфера не чувствуется. Он же тоже был на таком мероприятии. И он, говорит, на видео, конечно, вот это вот не ощущается. Жалко. Но все равно было классно, девчонкам очень понравилось. И так еще совпало с днем рождения, да, то есть, где они говорят, там, ну когда между собой, говорит, могла себе такое представить, что ты в Германии, и такое будет представление с шарами на твой день рождения. В общем, классно так совпало, прям, очень здорово. У меня тут помидорки некоторые мягкие стали, и я решила пожарить яичницу с ними. Для яичницы мне нужны помидоры, я не знаю, сколько тут получается, у меня 7 штук, 7 штук помидор, но у меня и большая сковородка. Две большие, прям, луковицы, ну или три средние. Лук обжариваем. Так, нужен еще горошек и яйца. Сейчас покажу, что и как. В общем, лук я порезала на небольшом количестве масла, обжариваю, и теперь режу туда помидоры. Теперь помидоры я обжариваю вместе с луком, и нужно, чтобы как бы испарилась вот лишняя влага, чтобы он был вот не такой вот жидкости. Уже жидкости станет поменьше, вот видите, вот я приподнимаю, и тут уже вообще, оно прям еще и пахнет такими уже поджаренными помидорами, то сюда можно уже добавить горошек, горошек добавляю без жидкости, и все это перемешиваю. Яйца я разбила 10 штук в одну вот посуду, солю их здесь. Яйца взбивать просто вот чуть-чуть, как бы их перемешать, их не нужно там венчиком или еще чем-то, просто вилочкой можете так вот перебить. Газ нужно убавить на самый маленький, и вот теперь в общую массу я выливаю перебитые яйца. Теперь нужно все перемешать хорошенечко и накрыть крышкой, и пусть готовится под крышкой. Короче, лучше ее делать в духовке, чем на сковородке, потому что, видите, вот жидкость, и она никуда не девается. Надо что-то с ней делать теперь. В общем, что я сделала? Я промокнула салфеткой бумажной, теперь жидкости никакой нету, вот видите, все сухо. Накрыла крышкой, и она у меня сейчас еще немножко постоит, и уже все на выключенной плите, просто на теплой стоит, и уже прекрасно себя чувствует, и пахнет очень вкусно. Вот такая сочная вкуснота получается. Целый день занималась документами, сейчас поехала, чтобы мне их подписали и отправить, а время половины пятого. Какой-то кошмар. Забыла сказать еще, что я отправила документы по поводу того, что я не согласна с постановлением от пенсионного фонда. В общем, не знаю, что там они, как они это будут рассматривать потом, или вообще как, как это действует, вообще ничего не знаю. Но главное, чтобы узнали, что я не согласна. Вот. В общем, с документами, получается, столько времени пропадает, и какие дела не сделала. Ладно, картошку заранее почистила. У меня сейчас ребенок с работы приедет, а мне надо ее будет хотя бы эту картошку потворить. Ой, короче, все, бегом. А снимать вот нечего. У нас опять растут шампиньоны. Вон там еще. У нас Филюша содрал пластырь. Я ему сделала вот такую вот завязку. Да, Филечка? Ты у нас как пират теперь. Вот так вот. Думала, там пластырь будет держаться. А он вот, глядя, хулиганистая собачка. Вот и день почти закончился. Поставила поливалку на траву. А то трава у нас уже выгорать начала. Выходные обещают. Да, точнее, даже уже завтра. 28 и выше обещают. Выходные там 33 и больше. Вот. Красота, да? Поставил и ушел. Делать ничего не надо. В общем, желаю вам всем всего самого доброго. Чтобы все у вас было хорошо. Настроение хорошее. И вообще во всем. Чтобы все было хорошо.